Мы сейчас продолжаем. Всех рад снова видеть. Поставим анестезийку к двум боковым резцам. И пока там анестезия будет распространяться, мы до определенной степени готовности доведем центральные резцы тоже. Нет, это большие перчатки. Такие же. Один на день. Размер тоже. Да? Да. Такие хирургические. Классные. Они топочутся, посмотри. Хорошо, давайте дам другую. Нет, складками идут, мне такие не нравятся. Это маленькие. Пробую. О, во! Идеальные. Нина, попрошу вас подняться, потянуться повыше, чуть-чуть получится. Как у вас область шеи? Неудобно? Нет, сейчас немного. Уверена, если что мы можем поправить как-то? Нет, мы можем поправить. А, все, прекрасно. Так, давайте поглядим. Ага, вот у нас. Кстати, блин, неплохо. По высоте прям неплохо, я считаю. Я пока не уверен. Посмотрите, как волнующие они из-под губки визуализируются. Этот широковат, я боюсь. Но. То есть, его мы вот отсюда под уберем. Ну, сейчас вот как раз мы начнем отделку. Будет кроваво. Вот здесь вот между резцами. Но мы сейчас все анестезии закроем. Аппликацию. С боковыми резцами будет происходить то же самое. Поэтому я не буду очень много давать комментариев по поводу того, что происходит. Но если только к вас будут поступать вопросы. Разве что. Опять же, не забывайте писать. Опять же, не забывайте писать. Простите, пожалуйста. Вторую маленькую. Сафетку. Так, бурики. Что-то у нас с буриками на повышающем. А, ну вот есть, да? Да, это не ввода. Повышающий наконечник, боро. По поводу финишной отделки. Первым большим таким этапом у нас является контурирование. Его мы осуществляем дисками, грубоабразивными борами, алмазными с красной полоской, энхэнсом в том числе. И на этом этапе нам нужно привести зубы в нормальные контуры, нормальную ширину, высоту. Убрать явные объемные излишки. Ну и убираем обычные, еще и нависающие края в этот же период. С помощью пиковидных боров. Это вот первый такой крупный этап. После этого наступает этап шлифовки, на котором мы работаем энхэнсом. Конусами уже преимущественно. На котором в большем объеме, в основном, мы работаем йотой зеленой. То есть, есть такая компания йота. Они производят замечательные инструменты для шлифовки и полировки. Для разных материалов, для керамики и для композита тоже. И вот у них есть йота полишенкит. Очень классная штука. Двусистемный полировочный набор. Там зеленая для шлифовки, которая дает определенный минус ткань. И определенным образом, хоть и деликатно, но все-таки заметно снимает композит. И есть серая для полировки. Но она уже, вот эта серая, используется на третьем этапе полировочном. Помимо этой серой йоты, на этапе полировки еще используются самые разные другие. Но давайте я буду комментировать, обозначать их появление в тот момент, когда, собственно, буду их использовать непосредственно. Сейчас мы тут... Да. Вопрос в эту часть, как вам работаете или вы чем-то работаете, како-то како-я-ти. Кого? А ты еще... Како-я-ти, како-я-ти, да. Како-я-ти, да. Нет, 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 не работаю, не пробовываю даже. Это какая-то наша фирма, которая взяла японское название, да? Нет, не работал. Да, сейчас я там так себе. Пошу прощения. Все, можно дать сюда. Один луста? Угу. С теми работаем. Потом еще добавим. Промываем. Папаша, япунь, она откуда-то не осталась. Я откуда-то, пожалуйста. Так что число. Так что число. Сейчас я карандашом помечу грани. Их надо визуализировать, потому что в номе мы видим грани по поведению блика. Но здесь еще композит не блестит, поэтому... Ну и Юля там подошел. Вчера себе карандаш. То есть ставим его вот так вот примерно под углом, ну вот, достаточно крутым, может быть около 45 градусов к сагитарной плоскости. И делаем вот такие вот движения вверх-вниз. Видите, у нас формируется линия. Нам эти линии нужно сравнить друг с другом. Постараться сделать их одинаковыми. Видите, здесь у нас около ревущего края, они слишком близко к промежутку располагаются. Та часть этих линий, что выше, она на большем расстоянии находится. Но та часть, что выше, около 10 сосочка, пожалуй, это выглядит и ничего. А вот дальше, там у нас больше неровностей на поверхности композита. И, соответственно, работая диском, надо ее маленько от межзубного промежутка отдалить. Так, давай добавим маленько анестезики. По зеркалу. По зеркалу. По зеркалу. Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это еще пока не шлифовка, это чисто предварительная работа по контурированию. Но, наверное, я тут даже лучше возьму Enhance Conus и им буду судиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Сейчас турбиночку... Турбинкой будем убирать нависающие края композита... Я поставил желтую пику... При этом сажусь чаще всего на 10-11 часов... И есть специальный инструмент вот такой... Ну, это какая-то обычная там совдеповская гладелка... Просто я ее подзаточил и ей отодвигаю компрессионную десну... Увеличение обычно побольше... Ну, вот сейчас поставлю 16... Увеличение следует... 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 Неплохо! Пускай вас не смещают чрезмерно короткие боковые резцы, которые сами по себе маленькие, как будто микродентия какая-то, так они еще там и допрорезавшиеся, еще и втершиеся. Больновато было сейчас, нет? Так, я вот сейчас с другой стороны тоже попробую. Так, чувствуете? Продолжение следует... 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 Чтобы убрать какие-то навысящие края какие-то, надеюсь, не больно. Как? Нормально. Нормально? Угу. Терпимо. Видите, там нету ничего, ну, я имею в виду, нависающих краев никаких. Ну, там все прям чисто. А потому что мы эту матрицу изогнули сильно, и она вот этой кривизной прижала композит там к шейке. Это вторая часть этой же штрипсы. Какой имя? Нет, там протягивать не получится. Там продолжительность максимальной стенки на боковых зубах. Это от вас вопрос? Сейчас, я просто боюсь, и вы не слышали этот вопрос. После того вопроса, а можно ли его так же протягивать на боковых зубах? Увы, не получится. Даже на премолярах не получится, потому что продолжительность их максимала гораздо больше. И вам надо матрицей с материалом под ней преодолеть такой здоровенный путь, что его невозможно проконтролировать. Здесь, учитывая, что он короткий, ну, по продолжительности, максимальный промежуток, это вполне можно сделать. Ну, по-другому. Смотрите. Ну, по-другому. Смотрите. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛИКО? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моделу и зеркал надо будет подержать. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, что там на боковом складочка такая небольшая, ничего страшного. Она ни на что не повлияет. Собственно, песочим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 без дентина именно ceramics fairtec мне все-таки не очень дали на этот стул хорошо поменяется о да а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 очень редко бывает чаще всего из тех редких случаев исчезающие что не бывает это какие-то кондизированные сколы я думаю в явных участках агрессивной гиперокклюзии в которой я вышел допустив ошибку или просто не подрассчитав сейчас восходящий конус сделаем один